Что такое тестирование как процесс? Что такое верификация и валидация? Какие метрики качества существуют? Меня зовут Игорь и вы снова на канале Q-Labs. Поехали! Сегодня мы поговорим о том, что такое процесс тестирования и что такое качество программного обеспечения. Конечно же, разберем такую важную тему, что такое верификация и валидация. Разберем основные цели тестирования и, конечно же, поговорим о том, как можно замерить качество программного обеспечения. Итак, первое, давайте поговорим о том, что такое процесс тестирования. Если сказать простыми словами, то тестирование это процесс улучшения качества программного обеспечения, но также можно сказать про процесс тестирования и другими словами. Это процесс проверки соответствия реализованной функциональности в программном обеспечении и заявленных к нему требований. То есть всегда любой процесс тестирования, он связан с требованиями, это основополагающая вещь. Мы не можем проверять, исходя из своих каких-то внутренних побуждений, любой программный продукт, мы всегда как тестировщики должны опираться изначально на требования. То, как его видел заказчик, то, как его описывал технический специалист и то, чего в принципе ожидает пользователь, но об этом немножко дальше. Также важно добавить, что процесс у нас тестирования проходит в искусственно созданных ситуациях и на ограниченном наборе тестов, выбранных определенным образом. Речь идет о том, что до того момента, пока мы поставим наш программный продукт конечному потребителю, то мы проверяем в искусственно созданных ситуациях. То есть в ситуациях, которые мы максимально стараемся приблизить к реальным, то как ним будет пользоваться конечный потребитель. Ну а ограниченный набор тестов помогает тестировщику определить техники тест-дизайна. Ведь тестирование не стремится проверить все, а лишь стремится проверить минимум и покрыть максимум. Так работают техники тест-дизайна. Но о них мы поговорим в других видео. Какие же существуют цели в тестировании? И в целом, что преследует тестировщик во время проверки программного продукта на соответствие неким заявленным требованиям? Можно выделить две основных. Первое, это конечно же показать заказчику и команде разработки, что программный продукт соответствует нашим требованиям. Ну и второе, это конечно же найти ситуацию, в которых функционал программного обеспечения работает неправильно, нежелательно или в целом не соответствует требованиям. То есть в те ситуации, в которых мы находим расхождение между работой функционала и требованиями. Называем мы такие случаи дефекты, да, либо баги. И тестировщики при нахождении таких ситуаций, конечно же, создают баг-репорты, то есть отчеты о найденных дефектах. Давайте теперь углубимся немножко в суть процессов, таких как верификация и валидация. Давайте рассмотрим детально схему, которая представлена. У нас есть с одной стороны требования, об этом мы уже знаем, на которые мы опираемся в процессе разработки, в процессе тестирования. После требований, конечно же, появляется программное обеспечение. Но в конце у нас также есть еще один элемент в этой схеме, это потребности заказчика или пользователя. То есть здесь у нас как раз и располагается между этими тремя компонентами наши основные процессы. Верификация это процесс подтверждения соответствия нашего конечного программного продукта с заявленным и утвержденным требованием. Но после того, как мы проверили наш программный продукт на соответствие требованиям, также есть еще часть проверок, про которые не стоит забывать. Ведь не каждый программный продукт, который соответствует требованиям, может подойти к конечному потребителю. И об этом как раз нам гласит валидации в этом принципе суть этого второго процесса он дополняет верификацию то есть это у нас уже процесс подтверждения соответствия конечного программного продукта который прошел уже проверку на соответствие требованиям но также мы должны проверить насколько его можно применить для решения конкретных задач либо проблем нашего пользователя приведу простой пример представим мы разработали онлайн магазин который на сто процентов соответствует требованиям и того что описывал заказчик но при этом пользователю может быть неудобно пользоваться этим программным продуктом либо сложно да либо необходимо выполнить много действий для того чтобы достичь конечного результата и представим конечно же есть конкуренты у которых продукт намного проще визуальный понятней и в целом легче работать с ним поэтому важно проверять не только программный продукт на соответствие требованиям но и не забывать то насколько все таки он может решать конечную цель для наших пользователей теперь давайте поговорим немножко про качество программного обеспечения что же это такое конечно же во время прохождения процесса тестирования да когда мы проверяем наш программный продукт на соответствие требованиям мы стремимся получить некий уровень качества чтобы тестировщик мог дать approve со своей стороны на выпуск такой версии программного продукта поэтому качество это и есть та метрика да либо же можно сказать степень с которой наш программный продукт должен соответствовать нашим требованиям снова таки мы возвращаемся к теме о требованиях но помимо этого мы также должны учитывать и ожидания потребности нашего конечного пользователя и заказчика ну а как можно померить это качество эту степень соответствия давайте теперь плавно перейдем к факторам качества либо еще их можно называть метриками качества основная цель тестирования мы уже знаем это обеспечить качество программного обеспечения можно замерить простыми тремя метриками первое это количество непокрытых функций системе о чем же идет речь во время того когда мы анализируем требования для нашего программного продукта мы пишем наши тесты то есть те сценарии которыми планируем проверять наш программный продукт это обозначает что мы должны покрывать нашими тестами наши требования к программному обеспечению так вот количество непокрытых функций системе это может быть одной из метрик то насколько мы прошли этот процесс тестирования какие требования были покрыты какие требования у нас по каким-то причинам не были покрыты вторая метрика количество выполненных тестов после того как мы написали наши тесты покрыли требования далее мы конечно же приступаем к тестированию когда появляется к эта версия программного продукта и мы начинаем наши проверки мы приступаем к выполнению тестов поэтому следующая метрика это количество выполненных тестов до либо количество невыполненных тестов и третья метрика это количество найденных дефектов здесь важно заметить что когда мы находим какие-то расхождения между требованиями и работы функционала программного продукта мы создаем баг-репорты, то есть мы создаем отчеты о найденных дефектах либо багах. Также важно здесь учитывать не просто количество найденных дефектов, но и их приоритеты и severity. Это будет давать понимать, насколько эти дефекты нужно быстро исправить, либо насколько эти дефекты влияют на нашу систему, либо на наш функционал. Все эти простые три метрики можно собрать по пройденному процессу тестирования и оценить качество программного продукта в моменте. Также эти три метрики качества ложатся в Test Summary Report. Это некий отчет о пройденном процессе тестирования, который принято составлять тестировщиком. Очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, поставьте лайк и подпишитесь на канал для того, чтобы оставаться с нами на связи. И я подготовлю еще больше интересных видео. Ну а мы с вами увидимся. В следующем выпуске.